доброе утро дорогие друзья посмотрите какой у нас туман вот резкое похолодание вчера я читала в интернете что у нас будет резкое похолодание и дожди и вот соприкосновение теплого воздуха и холодного и вот такой туман там здание которое я вам показывала где работает моя знакомая его даже не видно в тумане так чуть-чуть можно просмотреть сегодня у нас 9 ноября время сейчас 7 часов утра начало восьмого я сегодня первый день не иду с утра в поликлинику и у меня столько планов на день не знаю смогу ли я их реализовать сейчас с утра хочу покушать приготовить потому что у меня пустой холодильник я так не привыкла мне надо хотя бы хоть что-то было в холодильнике хочу с крабовыми палочками сделать салат сварить борщ и испечь у нибудь потому что ничего нибудь а что нибудь потому что у меня там я специально оставляла но где-то со стакан прокиснуть молоко вот она у меня прокисло свежая простоквашка и у меня есть творог посмотрю не знаю круг там живой или и живой некогда было смотреть даже и если что я добавлю туда укропчику будет очень очень вкусно если нет значит будут чисто с творогом пирожочки либо плацинты я сделаю как обещала в общем посмотрю туман идет такой как будто дым вот представляете я прям вижу его движение я так думаю что этот туман сейчас находит а может быть и нет вот как всегда благодарю вас за все ваши сообщения и да звук конечно будет лучше почему потому что я снимаю это на старый телефон поэтому и звук лучше у этого телефона свои недостатки у того такого телефона но наверное он есть но слишком дорого стоит чтобы все было гармонично по крайней мере мне такой не попался мы же хотим чтобы камера хорошая была и чтобы звук хороший был и чтобы памяти много было и все и чтобы это стоило пять копеек а такого конечно не бывает так что я уже вчера говорила что я выписала на китайском сайте алиэкспресс аж три вида микрофонов думаю что один да подойдет посмотрим как быстро он придет этот микрофон хотелось бы чтобы быстро пришел ну будем надеяться будем надеяться посылать мысли свои в космос какой красивый тополь а вот с той стороны вот как отличается я не знаю от чего это зависит вот здесь вот два тополя стоят еще зеленые а это тоже от желтый это тоже тополь зеленый акация моя наполовину зеленая наполовину желтая но я думаю что вот сейчас похолодание примут стою и у меня рука мерзнет видимо сегодня будет может не холодно но прохладно ветра нет это самое главное когда ветра нет то холод не так ощущается когда ветер то конечно у нас сразу он ледяным становится ладно мои хорошие вам всем хорошего дня пойду я там у меня чайник включен попью кофеечку и буду что-то начинать делать потому что я же говорю у меня работа не початый край время 11 часов мне кажется туман стал еще сильнее но хорошо хоть тут все видно а там вообще ничего не видно представляете я думала хоть как-то рассеется там ничего абсолютно не видно меня здесь сохнет шапочка уже почти высохла осталось тут совсем чуть-чуть как бы она чуть-чуть влажноватая и его так вот переворачивает туда-сюда вот и затем бубончик прищу и все привяжу я уже приготовила борщик уже покушала его такой вкусный борщ получился девочки вот что значит помидоры это просто вот я не знаю вкус моего детства такой вкусный помидор получился здесь у меня рис на салат он уже готов можно я его прикрыла чтобы он еще чуток как бы дошел я его не совсем до полной кондиции варила оставила чтобы он в своем тепле немножко еще набух здесь у меня уже готовы яйца здесь у меня сметанка для моих пирожочков сейчас буду пирожки делать сейчас тесто буду месить и покажу вам как я это делаю время час двадцать пять у меня вот такие плацинты вкусные вот такие пирожочки плацинты плачинты кто как называет в украине их называют по-другому я украинка потому что родилась в украине моя мама родилась в украине бабушка и у нас называют ли их не плацинты а по-другому я уже и забыла как они называются мы называем просто народе их просто лепешки и если это с творогом то с творогом если с картошкой с картошкой и так далее так далее на пирожки это пирожки а это у нас лепешки но по модному это плачинты я забыла как там еще если их крутить то это вертуты если их там как-то еще там по-другому называют называется они я уже не помню не буду даже голову себе этим запивать забивать вот здесь у меня уже чаек я сейчас буду кушать их а девочки готовьте смотрите мой рецепт и готовьте это вкуснятина неописуемое это просто нужно попробовать чтобы понять их вкус и понять что это нужно обязательно сделать и не один раз приятного аппетита мои хорошие время 10 минут 3 я так вкусненько покушала девочки какие вкусные плацинты и пирожки я прям не могу готовьте кушайте я понимаю те которые соблюдают фигуру или как блюдят фигуру для них конечно это блюдо может быть и не такое впечатляющее как меня впечатлило вот но можно даже такое же блюдо сделать я же говорю диетическое потому что я и готовила пельменное тесто как на пельмени только чуть помягче делаю и и то же самое это также растягиваю и все так же делаю как вот видео я показываю тоже получается очень вкусно вот смотрите ушел туман видно здание но на улице холодно и ветерочек появился прям чувствуется что ветерочек иногда подувает да вот даже по моей акации видно что там листочки шевелится что хочу еще сказать мне подписчица одна написала подписчица или может просто тот кто посмотрел мои видео скорее всего что подписчица она спросила что по моему видео вяжет кардиган и не знает как делать в это значит смотрите если вы вяжете уже не первый раз из этой пряжи уверены что она в длину не тянется чтобы быть уверенным это мало того что нужно отвязать образец нужно еще и как бы изделие какое-то связать и понять тянется или нет но чаще всего вниз тянутся изделия которые добавляется вискоза есть конечно еще другие такие как например бобинные пряжи есть про которые я даже и не хочу рассказывать потому что я как бы слышать слышала но знаете говорят слышал звон да не знаешь где он поэтому я подписываться не хочу под это вот так вот если вы уверены в этой пряжи что она не тянется вниз то сшивайте свое изделие и можете просто постирать я уже неоднократно говорила как я стираю свои изделия я вначале значит стираю хозяйственным мылом вот прямо вообще щедро намыливая его и изделие свое имеется в виду и в чашке с водой вода чуть теплая но оставляя минут на 15 затем все это выполаскиваю я сильно не тру не жмакаю просто аккуратными движениями вот как бы вы же наверное шерстяные изделия стирали и знаете что они не любят таких грубых движений в их сторону поэтому аккуратненько так простирайте прополоскайте хорошо в воде затем я самую дешевую шампунь беру то же самое проделываю то есть сначала хорошо намыливаю получается аккуратными движениями затем все это выполаскивая и следом опять же бальзам самый самый дешевый вот если я вот уверена в кавказском акриле да я его просто стираю в стиральной машине и вешаю на вешалку и она не вытягивается но естественно не так что на плечике повесил и естественно это плечи отвиснут а так аккуратненько вывешивая на вешалке и она у меня высыхает вот если я не уверена опять же в пряже я раскладываю меня есть такая махровая большая простынь я показывала как я свой кардиган голубые дали на ней раскладывала и сушила вот и значит получается вначале заворачиваю в эту просто не даю чтобы вода хорошо стекла затем какой-то большой полотенце беру если в зависимости от того сколько воды в вашем изделии чаще всего я просто аккуратненько складываю уже выстиранное изделие и даю немножко стечь воды в свернутом виде а потом уже раскладывают так как мне хотелось бы как бы выглядело изделие вот на простыне или на большом полотенце и затем смотрите я допустим немного времени у меня полежала на этом полотенце я это полотенце значит не так я вначале раскладываю рядом простынь аккуратно перекладывая на эту простынь полотенце ввешаю сушить немножко полежала на этой простыни я вижу что полотенце у меня высохла либо знаете если не высохла беру еще одно полотенце и вешаю и опять раскладываю свое изделие до тех пор пока она не будет окончательно высохшая когда уже практически она высохла я на этом же полотенце или простыни выношу на вешалку в таком же виде вешаю у меня нигде никаких не заломов ни вытяжек ничего не бывает и я в логе своем как-то показывала что я выносила и сушилась у меня на улице для это для того делается чтобы напитался воздухом напиталась воздухом наше изделие что-то у меня язык заплетается девчонки поела так спать хочется представляете третий час я еще не присела вот я не знаю как люди тех кому делать нечего я вот каждый раз вот об этом думаю думаю ну как говорят что там со скуки умирает у меня такого не бывает я еще вообще как бы немножко совсем там провязала несколько рядов вообще мне некогда было этого сделать ну я имею ввиду вязать еще у меня салат видео о пирожках я сняла из еще хочу снять видео о своем салате и вот такая дребедень целый день они хоть бы не забыть мне же в 16-15 идти еще к врачу а я уже можно сказать что и забыла ой девочки вот так вот в суете в этой еще немножко по надо поделать свои дела и уже бежать сегодня получила пенсию сходила магазин потратила 1068 47 кое-как все это дотащила но тут все мелкое в общем то но все такое тяжелое я бедная бедная несла так ну что что тут первое у нас что это у нас первое так собирается на тут показывать или нет так вот это сто семьдесят девять это вот это это 2 2 фанфури когда как раньше называли до 2 баночки или бутылочки или как и в две упаковки короче написано 70 процентов экономия только я не знаю может это так может быть нет в общем я отдала получается за 2 179 99 ну короче 180 это получается 90 рублей 1 стоит здесь 650 грамм мне кажется что это дорого но на самом деле если честно я не знаю сколько сейчас они стоят магазине настолько редко их покупаю дальше купила сахар сахар 35 рублей стоит я купила две пачки потому что уже больше 40 рублей в магазине 42 рубля по моему сахар до этого стоил вот соль по моему 12 рублей стоит но опять же я опять обмешулилась в общем я раньше в предыдущем влоге показывал ну где-то там раньше что я покупала масло за 49 90 мне оно понравилось вообще не отличается от такие от такого же масла вот и там ценник написанный лежало это масло и она по цвету зеленое такое же как то но оказалось что это не то масло как про которое я говорю это стоит 80 рублей одна пачка там одна пачка стоила 50 а я еще с дуру схватила две но когда пришла к кассе смотрю что пробивает хотела начать скандалить говорю почему вас ценники другие стоят кассир говорит это не к нам претензия ну как всегда что вы же понимаете ну и в общем то я уже для себя думаю ой не буду я устраивать скандал ладно пусть будет майонез купила потому что надо у меня там осталось немножко майонеза на салат надо сметана опять со скидкой 49 99 ну 50 рублей 59 рублей стоит упаковочка чая тоже 50 чем то стоит кукуруза 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 это кукуруза это кукуруза плохо вижу это крупа это манка стоит 38 38 38 а где же кукуруза ой тут попробую найти так мелко пишут я даже через камеру не вижу где здесь кукуруза так кубаночка масло а нет кукуруза вот она кукуруза кубаночка да стоит 67 99 если бы знала что она столько стоит я бы и не купила там было написано по моему 59 ну ладно я уже не хочу ни с кем связываться просто они ценники все там непонятно какие купила рис басмати дочь мне его нахвалила я его все смотрела смотрела чтобы купить его у нас но его у нас не было вот сейчас я его купила вот такие сосиски купила тоже сосиски не знаю сейчас надо посмотреть сколько они стоят потому что там написано что сосиски по цене одной две вернее нет это наверное другие были а эти я не знаю сметана 49 99 где же эти сосиски попробую найти сахар крахмал рис так сметана ну в общем не вижу я сосисок этот влог я наверное буду заканчивать завершать я хочу еще раз сказать вам спасибо что вы пишите свои комментарии что вы делитесь своим мнением своим опытом что вы пишите мне слышно не слышно поддерживаете и вообще вам спасибо большое что вы у меня есть я с вами прощаюсь совсем совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина до новых встреч